Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автопиографией. Антуан Койпель. Французский художник, гравер, работающий с пастелью, декоратор, рисовальщик. Он стал придворным художником сначала Филиппа I, герцога Орлеанского, а затем короля Людовика XV. Стал директором Королевской академии. Ему был присвоен титул «Хроники картин и рисунков короля», функцией которой сочетала в себе роль директора и куратора королевской коллекции произведений искусства. Был произведен дворяне французским королем, известен своими историческими картинами, библейскими, мифологическими и аллегорическими произведениями, портретами и жанровыми сценами. Я цитирую Википедию. Антуан Койпель родился в Париже в семье французского художника Нойле Койпель 11 апреля 1661 года. Учился у своего отца, с которым провел четыре года в Риме после того, как его отец был назначен директором Французской академии в 1672 году. В Риме он делал наброски античных памятников и произведений искусства. Изучал работы итальянского ренессанса и барокко, в частности Рафаэля, Караччи, Тициана, Пиренезе и Каретча. Познакомился с современными художниками Джан Лоренцо Бернини и Карло Маратте. Бернини стал его наставником. Он получил приз за рисунок в Академии Сан-Лука Ассоциации художников в Риме. В 1689 году получил важный заказ на алтарный образ в соборе Парижской Богоматери. В 1681 году в возрасте 20 лет он был принят в качестве действительного члена Королевской академии с представлением работы под названием «Отдых Людовика XIV в лучах славы после Немеинского мира». Работал над многими строительными проектами французского короля того времени, в том числе и в Версале, Трианоне, Марли и Медоне. В 1685 году был назначен премьер-министром герцога Орлеанского, старшего брата французского короля, которым в то время был Филипп I, герцог Орлеанский. Орлеанский дом оставался важным покровителем художника на протяжении многих лет. Между 1701 и 1706 годами он создал одну из своих самых блестящих работ для семьи де Орлеан – свод галереи Инея в Полерояле. Эта работа исчезла. Стал профессором и ректором академии в 1707 году и директором в 1714 году, а в 1716 был назначен королевским художником. В 1717 он был произведен дворяне, завершил обширную отделку потолка королевской часовни в Версале в 1708 году в стиле римского бару. Стиль Антуана Копеля был элитичным. Первоначально он работал во французской классической традиции, которую обновил с помощью красочной палитры. Прошел через период, в течение которого он находился под сильным влиянием Рубенса. Копель был одним из ведущих рисовальщиков своего поколения. Сохранилось 500 его рисунков, многие из них хранятся в Лувре. Они включают в себя этюды и подготовительные рисунки к его картинам. Он был особенно искусен в использовании цветных карандашей и мелков. Умер художник 7 января 1722 года в Париже. Вот так вкратце из Википедии переводной о французском художнике, гравюре, декораторе, рисовальщике Антуан Копель. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok